Хей, вам утагоны! Всем привет! С вами снова Взрывной Майк и наконец-то, наконец-то я поеду на треки на своей любимой кавушке. Сегодня второй день трек дней, я приехал снова погонять. Сегодня буду гонять с ребятами из моторики. Они мне дают Kawasaki ZX-10RR 2018 года. Я еще не катался на десятке в принципе, вообще даже на старых годов, а это вообще 2018 года. Там топовая электроника, квикшифтер, который работает и вниз, и вверх, пятиуровневый трекшн. Короче, сочно, мощно, я в предвкушении. Наконец-то, наконец-то я поеду на топовом спортбайке от Kawasaki. И сейчас мы с вами отправимся в бокс. Там ребята уже готовят мотоцикл. Ну и, собственно, сегодня тоже будет мало болтовни, а больше дела, как говорится, поеду улучшать свои результаты. Посмотрим, какое время у меня будет сегодня. Ну и посмотрим, достану ли я правым коленом. Но это вряд ли на самом деле. И все сразу. Короче, круто, ребята. Kawasaki ZX-10, погнали. Слушай, если выйдешь из двух, то ты охуительный пилот. Да, я буду стараться. Если 2.05, то ты, значит, хотя бы ездить умеешь. Если все, что больше, значит, что-то проблемы. Не проблема, братан. Из двух минут выйти. Надо, но тяжело. Я думаю, 2.07 будет. 2.05. Хорошо, я постараюсь. Настюша, скажи мне какое-нибудь допутственное слово. Допутственное слово? Не разъеби каву, пожалуйста. Чего? Каву не разъеби. А то нам придется и Lexus, и Duhati отдавать за тебя. Пойдемте, я покажу вам мир мотоспорта в России. Пойдем. Здравствуйте. Что вы здесь делаете? Моторика лучше? Моторика. А мотоцикл? Kawasaki ZX-10-R. Ваше время? Не проблема. Не проблема. Пройдемте поп. Ну что, уезжаем на ZX-10-R. Опять болтать не буду, ребят. Постараюсь сосредоточиться. Пойдемте поп. Пойдемте поп. Пойдемте поп. Пойдемте поп. Блин, ну на Кае мне определенно удобнее Гораздо удобнее, чем на Аэросвэхе Вот это, кстати, очень интересно Ну, может быть, все связано с моим ростом То, что я такой высокий дядя В апреле она гораздо меньше Кавы Не знаю почему И по ширине, по ощущениям И по длине, по ощущениям А, ребята, это круто, я заболел Заболел треком Надо развиваться Ооо, это такой кайф, ребят Десятая ниндзя едет просто, блин Восемнадцатого года Улетает в космос Я просто всю сессию ехал, молчал И, кстати, я достал правым коленом в повороте Благодаря Кавушке Это круто, это круто Я еще лох, интересно, какое у меня время Ну что, смотри, время Серьезно? Я думаю, 2.07 будет Серьезно? 9, 2.08, 2.10 Вот такое Бля, по ощущениям, лучше ехал гораздо Ты очень хорошо ворачиваешь вон там Ну, я потихонечку, видишь, я этот поворот изучаю И я этот Фуууууу Дизнь покажет Да, я знаю Ну, на секунду-то улучшил Надо распечатку Может быть, это один из первых кругов, может быть, показывается. Нет, показывай-то лучше. Да? Бля, сука. А теперь вопрос к знатокам. Что валит быстрее? Априлея, Кавасаки или 10-летний Джиксер? Ваши ответы в комментариях. Ну что ж, мотогоны, трек-день подошел к концу. Я чувствую себя лютым гонщиком. Сегодня я достал правым коленом в правом повороте немножечко. Прогресс налицо. Практически все левые повороты еду уже на колени. Время, конечно, оставляет пока желать лучшего. На Кавасаки мое лучшее время сегодня 2.08. Да, Дим? 2.08? 2.08. По некоторым данным, я сегодня проехал еще сессию на апреле. И по некоторым данным, возможно, на ней я проехал минута 58. Но я думаю, что это вряд ли. Да, я думаю, что это вряд ли. Скорее всего, там перепуталось. Время не мое. Вряд ли я проехал минуту 68. Ну, как бы, это мой вообще третий выезд на МРВ. И, как сказал Дима, Дима просто в прошлом гонщик. Он целый сезон отгонял в чемпионате X-Bikes. Он сказал, что 2.08, ну, в целом, неплохо, да, на МРВ? А если серьезно? Ну, правда, скажи. Ну, для начинающего, да. Для начинающего хорошо? Да. Ну, если выйдешь из двух, то... Да, ну, будем стремиться в этом сезоне хотя бы, да, выйти из двух. Завтра. Завтра, да. Да, будем стараться выйти из двух минут, быстрее двух минут проехать трассу МРВ. Но, знаете, меня переполняют эмоции. Я не кричу и не прыгаю здесь только потому, что я очень устал, очень жарко. Четыре сессии я сегодня отъездил. Три на Акаве и одну на Априле. И, вы знаете, и то, и то валит круто. Но, по моим ощущениям, на самом деле, Кавасаки мне поудобнее. Не знаю, может быть, потому что она в моем сердце. По габаритам как-то в Априле для меня маловато. И мне такое ощущение, что мне не хватает на ней места, неудобно все делать. Но едет Априлка, конечно, круто. Акава офигенная. 18-го года топовая электроника. Едешь вообще, не паришься. Максимально стабильная. И это с учетом того, что я сегодня ездил на гражданской версии. Вообще не подготовленный под трек. Вообще не настроенный, ни по подвескам, ни почему. И на пятом максимальном трекшене ездил я. Ну, как бы для меня это, наверное, нормально. Колени потер. Потер неплохо, кстати. Вот, смотрите. Это левая. Вот, чтобы вы понимали, как у меня получаются левые повороты. И как у меня получаются правые повороты. Все наглядно видно, да. Ну, я раза три достал сегодня за все четыре сессии правым поворотом. Пока что не могу. Я не знаю, с чем это связано. Но все с чего-то начинают. Есть над чем работать. Если понравилось видео, конечно же, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Конечно же, на наши инстаграмы. Да, Дима? Ну, а с вами был взрывной Майк. Эксплозив Майк Скват. Дима Черноси. Настя Черноси. Всем лютой катки, ребятушки. Пока-пока. Ну, а мы поедем домой. Уставшие и довольные. Продолжение следует... Продолжение следует...